Привет, друзья, привет! У нас сегодня субботний день, погода замечательная, мы приехали на прогулку в парк. Алиса в кенгурёнке едет, мы идём на прогулку в парк. Сейчас мы узнаем место, куда мы приехали. А как называется, мы куда приехали? Икута-рёкчи-парк. Икута-рёкчи-парк, друзья. Икута-рёкчи-парк. Вот так. Любой вот такой парк, конечно, это в гору и идти в гору. Чтобы добраться до парка, надо идти в гору. Мы углубляемся в парк. Это огромная сакура. Многу у нас встречает. Пошли вниз. Вот это всё красные клёны. В ноябре они будут ярко бордовые, жёлтые. Какой парк замечательный, надо же. Маленький прудик с беседкой. Скамеечки для отдыха и обзора. Прудик зарос. Видимо, используется для посадки риса. Я думаю, что это рис, друзья. Поэтому это никакой не прудик, а маленькая плантация риса. Да-да-да. Она выглядит вот так. Скажу вам честно, друзья, вот это моя мечта, мой идеал. Вот такие парки тенистые. С дорожками, тропинками, олейками. Парк утопающий в зелени, в деревьях высоких, тенистых. С водопадиками, ручейками. Давайте подойдём, посмотрим. Поднялись по лестнице и вышли на большую площадь. Игровая площадь, прогулочная. Большой газон. А вон пускают дети пузыри. Смотрите, вон пузыри пускают. Кстати, это Канагавский. Канагава – это префектура. Это наш Кавасакский парк, друзья. Мы же теперь Кавасакцы. Я посмотрела в интернете Кавасаки – очень важный глубоководный порт, один из крупных. И, соответственно, центр развитой разных отраслей промышленности. Так что очень такой значимый город. И мы теперь его жители. Жители Кавасаки. Жители Кавасаки. Мы разложили тряпочку в плед. Не скажем откуда. Алисенька, бабушка идет, малыш. Бабушка идет. Сейчас будет, сейчас бабушка снимет свои босоножки. Будет по травочке ходить. Босиком. Папа с Алисой. И будем отдыхать здесь. Ура! Мы углубляемся вглубь парка. Здесь вокруг растут он называется Балт-Сайперис. Я не знаю, это какая-то разновидность кедра, кипариса. Очень быстрорастущие высокие деревья, которые покрывают японские горы. интересная загадочная композиция. Честно говоря, я не знаю, что она означает. Спускаемся уже вниз. Здесь старинные дома. Крытые. Крыши крытые. Что это тростник или что-то старинное. Дорожка идет вниз, вниз, вниз. Но уже не так трудно, как подниматься. В достопримечательности Кавасаки есть указание на музей под открытым небом старинной деревни, старинных домов. Вот это он. Как-нибудь потом можно туда съездить. Звание я пока не могу сказать точно. Это музей старинных домов японских, которые в каких-то префектурах шли перестройки, постройки, снос. И вот старинные дома переносились вот на одну территорию и создан парк старинной Японии. Вот это как раз он. Музей под открытым небом. Как называется, ты не помнишь? Нет. Надо посмотреть.